Эта шляпа сделана из картона и очки из губки. Все покрашено бронзовой краской. Оформлять предметы в стиле стинпанк педагог Людмила Неретина начала готовить к Новому году. Нужны были необычные образы. Так появились стилизованные коробки, тетрадь и машина. В итоге Людмила заняла первое место. Из работ сотрудников школ и детсадов организаторы создали выставку. Здесь самодельные куклы, вышивка, живопись и даже сладкие экспонаты. Всего около сотни работ, но участников конкурса больше. Среди них певцы, поэты и мастера красоты. Некоторые умельцы демонстрируют свое мастерство прямо на выставке. Вот сейчас методист спортивного центра Анна делает мне дневной макияж. Аня, скажите, пожалуйста, профессионально занимаетесь визажом? Нет, это мое хобби. Ну что ж, как я вижу, Анна явно поскромничала. Сейчас я вот прикреплю такой стикер в знак того, что мне понравилось. Конкурс «Талантливый человек. Талантлив во всем» проходит в Ленинском районе в седьмой раз. В этом году он посвящен 25-летию профсоюза работников образования. Очень важно, когда человек имеет вот такой выход своей энергии, своего творческого начала. Мне кажется, это развивает общество и пополняет его вот такой духовной насыщенностью. Мы хотим представить учителя не просто как носителя определенной суммы знаний, а человека творчественного, развивающего, интересного и с открытой душой. Организаторы конкурса уверены, педагоги, увлеченные живописью или рукоделием, и к работе с детьми всегда подходят творчески. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.